Всем привет и снова добро пожаловать в летсплей Сим Сити. Мы продолжаем развивать Лауд Сити. Можно было переназивать его, конечно, в какой-нибудь другой город, поскольку это уже не будет тем городом, который задумывался изначально, неважно. Да, город разрастается, у нас появляются проблемы. Во-первых, это пробки. Здесь только что была пробка, куда она делась? Неважно. В общем, вот здесь 100% будет чуть позже возникать огромные пробки, поскольку здесь кто-то построил улицу с низкой плотностью, и нам это не нужно. Очень многие Симы у нас ездят на работу каждый день, и это будет мешать им. Поэтому здесь мы сейчас проапгрейдим дороги до высокой плотности. И у нас еще есть одна небольшая или большая проблема, я не знаю. Сейчас еще посмотрим, что... Да, ну, вроде бы все хорошо. Если только здесь, возможно, все отлично. У нас здесь по-прежнему сохраняется проблема с... Ух ты, со складом уже проблемы нет, но я думаю, нам стоит добавить побольше грузовиков, поскольку все очень плохо, и ничего не вывозится. Но это, я думаю, также из-за пробок. Да, все, по максимуму. И у нас здесь есть проблема с этими заводами. Они просто не расширяются, хотя места здесь предостаточно, поэтому, я думаю, нам стоит попытаться... Я не знаю, удалить, возможно. Нет, 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 нет. А вот так. Примерно вот так. Жалко, конечно, на те заводы, они не жаловались никогда. Я попробую просто удалить сейчас дорогу и построить ее заново, и... Восстановить эти заводы. Ух ты, у нас 116 тысяч, поэтому мы можем прямо сейчас забабахивать университет. Конечно, я думаю, мы это и сделаем. Все, отлично. Я думаю, больше проблем этой не будет возникать, и давайте действительно поработаем дальше над нашим образованием. Кстати, насколько я понимаю, у нас нету... Нету собственного... Ух ты, там пожар, кажется. У нас нет собственного депо. Да, только остановки. Или как это называется? Маршрутного парка, собственно, нет. Мы пользуемся услугами соседнего города. И, конечно, время ждания автобуса очень большое, и, само собой, создаются километровые пробки. Ну, пока еще нету, но час пик прошел, поэтому нет. Поэтому давайте мы построим также и маршрутный парк. Это будет не лишнее, я думаю. Это, напротив, улучшит мнение, уровень одобрения, или как это там называется, забыла. Да, рейтинг одобрения повысит нам. Почему бы и нет. И я думаю, здесь также стоит улучшить дорогу. У нас, кстати, не хватает покупателей с высоким уровнем дохода, поэтому нам нужно либо создать своих, либо привлечь уже из других городов. Что у нас? Если нам действительно нужны умные горожане, то стоит построить университет. И меня это я собираюсь сделать. Мне еще за это дадут 12 тысяч миллионов. Благодаря выпускникам университета местная промышленность поднимется на более высокий уровень, и наши образованные работы станут предметом зависти всего региона. И, собственно, регион сможет пользоваться нашими умными рабочими. Что у нас опять здесь? Я думаю, это снова что-то с торговлей. Да, склад заполнен, ничего не вывозится по какой-то причине непонятной для меня. Давайте добавим еще один грузовик. Я не знаю, поможет ли это нам. Едва ли. Едва ли на самом деле, поскольку проблема в этом складе. Да, я где-то читала, что нужно снести этот товарный склад и построить его заново, но, возможно, это как-то решится. Я думаю, основная проблема у нас в пробках исключается, но поработаем над этим чуточку позже. А сейчас мы строим университет. Я думаю, это будет не лишнее. У нас, кажется, проблемы еще с преступностью. Да, уже нет. Отлично. Ликвидировалась самостоятельно. Мы построим университет. Я думаю, как-то не очень хорошее место. Рядом с профессиональным колледжем. Я не думаю, что мы будем его расширять. Хотя все может быть, конечно, но пусть пока здесь будет университет. Да, все будут рады. Все будет отлично. Симы будут более умными. И я надеюсь, что у нас все будет отлично. Все пойдет замечательно. В плане промышленности. Давайте же сделаем кое-что еще здесь. Соединим вот эти дороги. И, наконец, разметим здесь жилую зону. Уже окончательно, господи. Я думаю, мы можем построить это еще и вот так. Кому-то не повезет, конечно, жить рядом с железнодорожной станцией. Она, насколько помню... Давайте посмотрим. А, да. Она оказывает небольшое влияние на стоимость земли. Давайте пока сделаем жилую зону как-нибудь так. И у нас нехватка рабочих. Но я думаю, сейчас мы, собственно, и занимаемся решением этой проблемы. И вот этот кусочек надо было удалить отсюда. Все будет отлично теперь. Замечательно. Здесь у нас какая-то дорога торчит. Поэтому, раз уж у нас здесь есть, пусть у нас здесь и остается. И мы сделаем ее просто... Проапгрейдим до высокой плотности. Замечательно. Да, и давайте посмотрим, что у нас за проблемы в городе существуют. Во-первых, у нас проблемы с пожарами. У нас три здания сгорело дотла. Я думаю, их надо снести. Нет, не нужно ничего сносить. Отлично. Нам нужно, по крайней мере, добавить хотя бы одну. Пожарную машину еще. Я думаю, это лишним не будет. Это не будет, совсем не будет лишним. Здоровье не богат. У нас есть клиника. И я не понимаю, почему эти семьи продолжают жаловаться. Хотя у нас все прекрасно с клиниками. У нас замечательная большая больница. Возможно, все идет от образования, конечно. И да, у нас нехватка рабочих. Поэтому, я думаю, скоро все это решится. И у нас сейчас буквально через пару часов час пик. И у нас начнутся опять пробки. Поэтому я специально перейду на карту дорог. И вы, собственно, сами это все увидите сейчас. У нас там горит что-то очень красивое, кстати. А, пусть горят. Высокий уровень преступности. Какая разница. Они все равно недовольны всем. И да, нам нужно бы что-нибудь сделать с этим. Я не знаю, что мы можем тут сделать. На самом деле, добавить разве что только парковку еще одну. 15 тысяч. 15 тысяч. Ну ладно, пусть будет. Это будет не лишним. И я надеюсь, у нас достаточно будет денег. И у нас есть дополнительный бонд. Поэтому ладно. Можно не волноваться пока еще. Надеюсь, мы не обанкротимся. И да, у нас здесь есть небольшая пробка. Здесь есть желтый цвет. Здесь есть все красным. Боже. В общем, я думаю, нам стоит немного поработать над сетью дорог. То есть дороги здесь у нас, конечно, не слишком хорошо проложены. В том смысле, что их не то что много перекрестков. Это наоборот. Я не думаю, что это плохо. И давайте попробуем проложить дорогу, скажем, здесь. Я не хочу никого сносить, конечно, но... Не ледно. Пусть будет так. Я думаю, лишним это не будет. Это немного поможет нам рассосать вот эти пробки. Но открываются новые склады с продвинутой технологией хранения коробок и ящиков. Вот видите, наши трудные образования не прошли даром. И, собственно, вот наше предприятие, которое расширяется. Я думаю, уровень технологии у нас уже два. Я рада. Я рада. И давайте добавим парочку парков. Хотя у нас... Мы уйдем сейчас в минус просто. Неважно. Как-то тут очень долго строительство идет. Сегодня состоится церемония закладки фундамента первого высотного жилого здания в городе. Небоскреб. Правда? Где? Я хочу это видеть. Оу. Кажется, здесь. Местное предприятие открывает свой офис в городе. Замечательно. У нас все прекрасно. Я думаю, будет. По крайней мере, с течением времени у нас проблемы решаться. Давайте посмотрим, почему у нас заброшено здание. Я думаю, это из-за пожаров, конечно. Оно еще горит. Но оно уже заброшено. Очень интересно. Да, у нас тут криминальная обстановка, как вы видите. К несчастью. Поэтому давайте посмотрим, насколько она криминальная, что ли. По-моему, здесь все прекрасно. Здесь я даже не вижу красного пятна никакого. Да. Чудесно. У нас уровень технологии повышает. У нас проблемы с водой, поскольку... Ну, как же нехватка воды, если здесь 32... Я не понимаю вас. Я не понимаю вас. Да, собственно, проблемы с водой будут возникать, поскольку город расширяется. Нам нужно будет добавлять просто фильтры. Или не фильтры, просто водокачки. У нас снова проблемы со складом. Именно с угольным складом почему-то. Поэтому давайте мы... Я не знаю. Ух ты, мы можем построить завод производства процессоров, но... Это пока не месяц. Деньги, деньги, прощайте. К сожалению, мне пришлось подойти в этот склад. Вместе с углем, который здесь был. Я не знаю. Давайте попробуем передобавить, что ли, этот склад. Я где-то читала, люди советовали, что если проблемы со складом начинаются, с него ничего не вывозится. Кстати, где наши грузовики? Да, они едут с мирового рынка. В общем, это должно вывозиться, но по какой-то причине они не вывозятся. Вывозится только руда, посмотрите. Very interesting. Very interesting. Я думаю, теперь будет все хорошо. Да, видите, руда вывезлась. Уголь не вывозится. Так что я думаю, мы решили проблему. И, возможно, нам стоит добавить еще больше. Кстати, посмотрите-ка, у нас тут вырабатывается уже наше пятно угольное. Поэтому я думаю, нам придется скоро либо переносить шахту, к примеру, сюда, либо что-то еще с ней делать. Я не знаю. Но пока что на какое-то время нам это хватит. А, мы не можем расширить здесь ничего. Обучение шести учащихся. Да, никто не хочет учиться. Боже мой. Какие уровни и технологии тут могут быть? 387. 1119. Все любят среднюю школу. И 750. И начальную. Ну, хотя бы так. Пока что этого будет достаточно. Давайте сюда добавим парочку парков. Здесь уже совсем как-то... О, кстати, новая музыка, кажется. Давайте сделаем как-нибудь так. Мне нравится эта музыка определенно. Так. Что-то напоминает, кстати. Из какого-то фильма. А, ладно. О чем я говорю. Да, нам можно... Мы можем еще добавить к университету... Да. У нас здесь будет куча расширений. Поэтому мы не будем пока здесь строить никаких дорог. К университету на самом деле куча расширений, как я уже сказала. У нас, во-первых, есть здесь знак. Да, кстати, давайте мы его добавим куда-нибудь. Вдруг кто-то не в курсе, что тут университет построен. Да, мы можем добавить общежитие и тем самым увеличить количество обучающихся. Мы можем продлить, конечно же, служебную дорогу. Это во многих зданиях и такое есть. У нас есть куча институтов коммерции, института, инженерный институт, юридический, медицинский, политехнический. В общем, на любой вкус. Я думаю, политехнический нам бы не помешал, поскольку мы смогли бы тогда преподавать научную науку, и мы смогли бы открыть научный проект. Мы смогли бы тогда провести какой-нибудь проект по исследованию. К примеру, солнечная батарея, нам необходим политехнический институт. Солнечный энергоцентр, это крупный проект, кстати, необходим политехнический институт. Я думаю, политехнический мы потом построим вертикальный двигатель для ветровой электростанции, но это нам бесполезно абсолютно, поскольку у нас она нефтенит, нет, угольная. Тепловой ядерный реактор у нас нет пока еще. Ядерная атомная электростанция, ядерный реактор. Генератор, использующий чистый угол, это бы не помешало, конечно, инженерный институт. В общем, и деньги, 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 деньги. Конечно, это было бы очень хорошо, если бы у нас было достаточно обучающихся, мы могли бы прямо сейчас начать проект по исследованию. Я бы это хотела, кстати, сделать, и у нас снова проблемы с водой. Но у нас нет проблем с водой вообще-то. Где у нас не хватает воды? Этим ребятам не хватает воды. Несчастный, и нечем потушить. Позор. И у нас не хватает энергии, у нас всего не хватает. Кому не нравится работать в офисе, господи, какой интересный вопрос. Слава богу, хоть канализации пока хватает. Давайте добавим, что ли. Постойте, это фильтр, он нам не нужен. Водокачку просто обычную. Пока еще. Ну, теперь-то вы довольны? И у нас проблемы с электростанцией. А тут, я думаю, действительно есть проблемы. Поэтому давайте исправим. Кстати, основные наши потребители угля. Где лучше место для этого здесь? Все, отлично. И да, у нас проблемы с пожарами снова. У нас два здания сгорело дотлайн. Нам их нужно удалить, удалить. Пять заброшенных зданий, вы серьезно? Пожар. Пожар. Где пожары? Пожар. Пожар. Я думаю, это из-за соседних зданий, поскольку они сгоревшие. И у нас, собственно, именно поэтому сгорели и другие здания. Понятия не имею, почему они решили. Пожар. Отлично. Пожар. Цепна реакция. О, простите. Ладно. И где-то здесь у нас притаилось заброшенное здание, да? Отлично. Пожар. Хорошо, мы успели его снести. И да, мы решим все проблемы обязательно. Я еще не из такого нехорошего места вытаскивала свои города. Давайте прямо сейчас добавим, кстати, гараж. Позже мы разместим обязательно пожарную часть. Я думала, в следующей серии мы обязательно этим поработаем. И пока что я с вами прощаюсь. До следующей серии она будет во вторник. Всем пока. И да, снова всем привет. Гигантский монстр угрожает городу. Боже. Годзилы. Нет. Это не то место, которое ты хочешь. Тебе нужен мусор. Мусор вон там. А мы, кстати, его сжигаем. Какой ужас. Город-то при чем? Ящерка. Нет, только не моя электростанция. Хорошо, он прошел мимо шахты. Кстати, я лучше помолчу, потому что... Как бы не сглазить, знаете. Это нас... Да, топчи их. Они все равно закрыты. Топчи, топчи, топчи. Уходи. Нет. Уходи от моего электростанции. Только не электростанция. Я только проапгрейдила. Уйди. Черный ящер, уйди. Да, да, иди мимо, мимо, мимо. Правильно, правильно. Тебе нужна свалка. Все хорошо. Да, кстати, Годзилла охотится за мусором в основном. И если у вас есть свалка, то все хорошо, ваш город спасен. И если на свалке есть мусор, вы сейчас, собственно, увидите, как он снесет все мои промышленные здания на своем пути и зародится в землю где-то в районе свалки. Ганская ящерица. Давай уже, уходи. Он сжег мне мой мусор, спасибо. Видите? Он ест мусор. Однако, там не было столько мусора, сколько ты вас ела. Уходи. Ему мало. И все. Сегодня злобная ящерица Мунтант атаковала Лаут Сити, уничтожив одного жителя. Ууу, большая потеря. Ящерица мертва от нашего мусора. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...